Добрый день! Сегодня у нас целых шесть головоломок. Это серия 3D Dino Puzzle от компании Phanxin. Мы все помним фрукты от того же производителя. Сначала в продажу поступили три попроще, потом три посложнее. На самом деле две посложнее, одна попроще. Пять из них это шейпмоды 3х3 и один банан это шейпмод кубоида 2х2х3. Кому интересно посмотреть про фрукты, видео можно найти на канале. Сегодня же у нас динозаврики. Я оставил только банан и 2х2х3, только потому что все динозавры это шейпмоды кубоида 2х2х3. Они приехали ко мне уже давно, я больше месяца ничего не снимал за этим столом. Если вы этого не заметили, то значит мой план сработал. Все руки до них не доходили, но видимо пора. Очень красивая упаковка, с фигурной верхней частью. Для каждого динозавра своя коробочка с изображением животного. Здесь стерокозавр, если я правильно его называю. Код товара FX8825. Наверное он будет разный у каждой. Здесь 8824, здесь почему-то писать не стали, но есть в другом месте. 8820, 8822, 2388 и 21. Итоги получаются с номера 20 до 25. Ну и хорошо. Давайте постепенно их освобождать. Достанем одного. Есть инструкция. Есть животное. И вот такая вот пластиковая форма. Также уникальная для каждого. Я освободил всех зверей. Давайте мельком глянем на инструкцию. Каждая уникальна. Нарисован зверек. Ну и на примере кубоида 2х2х3. Видимо демонстрирует решение. Использовать мы конечно инструкции не будем. Но что интересно, не поленились нарисовать для каждой фигурки отдельную инструкцию. В китайских магазинах можно купить набор из 6 динозавров без упаковки и это будет дешевле. Можно комплектом купить и с коробочками будет подороже. Но в районе 2000 всю серию можно приобрести. В России я еще в продаже не видел. Хотя у меня они находятся гораздо больше чем месяц. Я уже не помню когда они приехали. Но пока что-то я обзоров нигде не видел. Может быть они и есть. Будем потихоньку знакомиться. Это Тирекс. Тираннозавр вертикальный. Это Паразауралов. Написано. Я не знаю как правильно произносится. Это Диплоток. Стигозавр. Стиракозавр. И Анкилозавр. Эти названия как-то еще знакомы. Мы видим, что какие-то фигурки горизонтальные. Вот эти четыре. И вот эти вертикальные или наклонные. У этих четырех фигурок разрезы строго перпендикулярны. Ну оси фигурки. Здесь же, ну если вот так вот ось рассматривай, то наверное тоже. И вот этот. Ну когда они стоят в исходном положении, кажется, что пусть наклонные. Я каждую модель уже разок собрал. Нет ничего в них сложного. Ориентированы они, естественно, в первую очередь на детей. Так как выглядят очень симпатично. И на головоломки не похожи. В то же время, несмотря на свой милый вид, это остается кубоидом 2х2х3, шейп-модом. И для сборки динозавров надо уметь собирать оригинальную головоломку. Ровно так же, как это было с бананом. Давайте посмотрим на вращение. Из всех шести фигурок только у одной какой-то дефект обнаружил. Это вот этот зверек, стегозавр. У него вот эта вот деталька слегка выступает за плоскость фигуры. Это было сразу из коробки. Так что это не я сломал. Ну, видимо, мини-брак. Ну, особо не заметно. Видим, что фигурки фактурные, проработанные. Есть ножки, глазки. Скорее всего, наклейки. Очень похожи на то. Ну и вращаются. Давайте их все перемешаем и соберем. Вращаем. Начали мы со стегозавра. Вдоль, естественно, на 180 градусов только вращается. Меняет форму. Я специально перепутаю сразу все, чтобы какая-то путаница была. Не запомнить. Ну, как-то перемешан. Для большего эффекта еще вот так вот поперек его поставим. Хотя это мало на что влияет. Следующий у нас на очереди тираннозавр. Он ничуть не сложнее в сборке остальных, несмотря на свою наклонность визуальную. Кстати, вот у него вот лапки слегка выпуклые. Так же, как и у этого зверя. У всех остальных полноценные ножки, как у слонов. Сворачиваем тираннозавру шею. Ноги пополам. Если среди моих зрителей есть защитники динозавров, это все игрушки. Им не больно. Так, тираннозавр готов. Этот зверь. Паразаура лофус. Единственное, кого я с трудом выговариваю. Сворачиваем шею. Хотя ему так даже лучше. Ноги. Сразу вот узнаются части, которые должны быть рядом. Готов. Следующий. Стеркозавр. Неплохо вращаются. Ну, конечно, похуже оригинальных кубоидов. Фонексин, кстати, есть свой оригинальный 2х2х3. Это же от компании Чи. Допустим так. И парочка остается. Анкилозавр. Получается 2 голубеньких, 2 зелененьких, 2 оранжевых. Ну, разных оттенков. При перемешивании иногда получается так, что обратно они собираются. Вот этого никуда не деться. И последний диплодок. Единственный смотрит назад. И его нельзя повернуть вперед. Только вниз. Ну, как-то вот так. И получаем вот такую кучу чудес. Прежде чем их собрать, я покажу на 2х2х3, как это будем делать, чтобы имелось представление. Для начала будем собирать средний слой, но здесь все просто. Он либо собран, либо нужно сделать 1, 2, 3 движения для того, чтобы собралось. Сейчас видим, что средний слой весь разобранный. Ну, сделаем какое-нибудь движение, чтобы стало лучше. К примеру, так. И одна сторона уже собралась. Ну, интуитивно доделываем. Здесь проблем быть не должно. Дальше. На обычном кубовиде желательно, конечно, узнать, где какой цвет должен располагаться. Например, видим, вот белый уголок хорошо совпадает вот с элементом среднего слоя. Значит, белая сторона должна быть здесь. И вот эти белые уголки мы должны сюда отправить. Одна полоска есть. Вот этот элемент ставим на место полоски. Отводим в сторону. Ну, и таким же движением возвращаем этот блок на место. Получилось уже три. Находим еще один беленький. Располагаем сверху три таким образом, чтобы полоску выбить. Да, и образовалась еще одна полоска, которую мы отведем в сторону и вернем первую. В итоге здесь что-то собирается. Ну, здесь собрался полностью слой. Ну, а снизу нужно еще попереставлять. У нас есть алгоритм для кубоидов, очень простой. Называется кубоидный Т-перм, который переставляет два вот таких вот уголка. Выполняется R2U, R2U', 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 D, R2U', 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 R2U'. И, возможно, потребуется доворот. И, смотря сколько раз нужно переставить уголки, столько раз его применяем. От одного до четырех раз. Если на грани нет ни одного угла, правильно стоящего рядом с другим, то просто нужно из произвольного положения сделать алгоритм дважды. Сначала делаем один раз R2U, R2U', R2U', D, R2U', R2U', R2, наоборот. Видимо образовались два правильных угла, держим их слева и вот эти два правых, еще раз переставляем. R2U', 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 D, R2U', R2U', R2U'. Таким образом мы собираем уголки, что на одной, что на другой грани, если это требуется. Это все алгоритмы, которые здесь нужны, то есть интуитивно располагаем элементы на нужной грани, ну или где-то, главное, чтобы они хотя бы парами встали. Возможно такое, что мы соберем как-то так, два с одной грани, два с другой, а потом их будем менять таким образом. Ну сейчас по ходу посмотрим. Давайте начнем с оранжевого, это анкилозавр, сначала средний слой, видим, что эти ножки стоят правильно, значит остается довернуть. Такое положение неверное, значит здесь средний слой уже был собран, средний, готов. Теперь смотрим, вот глаз, и очевидно рядом с ним должен быть еще элемент с глазом, вот с этим. Надо их как-то рядом поставить. Я поставлю вот этот здесь, слева сверху, а этот здесь, получается снизу, ну тоже сверху. Таким образом, чтобы при движении R2 эти два глазика стали вместе, отведу в сторону и верну первое движение. Вот у нас часть готова, половина морды анкилозавра. Причем понятно, что вот эта морда, наверное, должна быть с этой стороны, давайте ее отправим вниз. Для этого поднимем, развернем и вернем. И перейдем на эту сторону. Вот, вот здесь оно и должно стоять. Теперь хвост явно не отсюда. Вот эта нога тоже явно не из головы должна расти, здесь ноги уже есть. Значит нужно поискать элементы снизу. Вот это, видимо, часть морды. И вот здесь еще часть морды. Как мы поступим? Мы их по одной отправим сюда. У нас, возможно, что-то здесь как-то нехорошо встанет, но сейчас разберемся. Вот этот кусочек ставим на место вот этого правильного блока. Так, отводим в сторону и возвращаем первое движение. В итоге морда на месте, этот кусочек появился. Ищем еще один кусочек от морды. Вот он. Располагаем мы опять снизу, спереди, справа. Здесь готовый блок справа стоит. Мы его выбиваем. Здесь вот объединяется в хорошую композицию. Отводим в сторону. Возвращаем. Ну, один из наиболее удательных случаев, когда один из слоев сразу собрался. Только единственное, надо его развернуть. Так, морда готова. Переходим на нижнюю сторону. Здесь пара ног стоит правильно. Остается развернуть, вернее, переставить вот эти элементы хвоста. Правильный блок держим слева. А вот эти два полухвоста справа. Ну и выполняем Т-1 для кубоидов. Р2. У. Р2. Уштрих. Р2. Уштрих. Д. Р2. Уштрих. Р2. У. Р2. Ну, кому не знакомы буковки, которые я произношу, можете просто повторять движения. Они не сложные. Ну вот, первый зверек готов. Из-за странной формы слегка заедает головоломка. Ну, ничего. Собирать можно. Ставим его к своей коробке. И берем следующего. Давайте желтого. Так, опять начинаем со среднего слоя. Вот это говорит нам о том, что стоит правильно. Вот у какого-то из зверей было, как ни поставь средний слой, вот эту вторую сторону, было одинаково. Наверное, он и есть. Да. Угу. Ну, здесь зеркальная вот эта часть, да и это. Ну, допустим, что вот это положение правильное. Опять давайте морду. Морда, вот. Стоит на одной грани, не рядом. Ну, можно как сделать? Морду объединить, чтобы было легче. Опускаем вот эту часть. Подворачиваем вверх. И возвращаем. И вот у нас морда собралась. Причем, что интересно. Вот здесь вот кажется, что это прорезь, по которой можно вращать. Но на теле вращение идет вот по этой плоскости. Здесь не вращается. Это чистый рисунок. Так, кусок морды есть. А вот это, видимо, элемент тоже от нее. Да, две ноги. И вот эта нога явно не отсюда. Так как у морды ноги уже есть. Значит, видимо, вот этот кусочек должен к этому подходить. Вот к этому. Да, это здесь лишнее. Как же мы поступим? У нас вот опять морда справа. Нужный кусочек снизу. Оно ближе к нам. А значит, мы должны поставить вот этот нужный элемент так. Чтобы он объединялся с этим. А это значит, мы поставим сзади. Справа, сзади. Ну, снизу, естественно. Делаем вот так. Отводим в сторону. Возвращаем. И вы спросите, зачем же ее сделать так некрасиво. Вот эти два элемента, по всей видимости, должны стоять рядом. Но должны поменяться местами. А для этого мы используем Т-перм. Морда готова. Держим ее слева. А вот эти два Т-перм переставим. Р2 У. Р2 У. Штрих. Р2 У. Штрих. Д. Р2 У. Штрих. Р2 У. Р2. Да, план удался. Единственное, где-то у него не с той стороны должна быть. Но ножки явно не здесь. Ножки должны быть с этой стороны. Да, вроде подходит. Вроде да, а вроде и нет. Ну, скорее всего, придется ее переставить вот сюда. Видимо. А давайте сразу это и сделаем. То есть нам нужно вот эту конструкцию переставить на соседнюю грань. Не соседнюю, а противоположную. Поднимаем полморды. Отводим в сторону. Возвращаем. Делали справа. Теперь слева делаем то же самое. Поднимаем слева. Отводим в сторону. Возвращаем. Смотрим, лучше ли так. Да. Так лучше. Вроде на вид симметричный, но для морды разница есть. Половинка готова. Смотрим, что осталось. Мы видим, вот эти два элемента стоят хорошо. А вот эти два переставим. Опять же, T-Perm. Неважно в какую сторону вращать R2, я кручу туда, куда не заедает. Если у меня в эту сторону не хочет, я кручу в другую. R2. 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 U-штрих. R2. U-штрих. D. R2. U-штрих. R2. U. r2 так и что у нас получилось все готов это был стегозабр откладываем следующий давайте вот этого мордатого здесь вот явно ножки не должны быть в разные стороны поэтому как-то их нужно развернуть а спина вроде бы визуально похоже я можете нет переставим как-нибудь да но это все интуитивно пару движений делается так средний слой готов опять начинаем с морды а здесь кстати вот половина морда готова давайте куда-то примерим на этой стороне никуда не подходит не так не так значит явно место этой морды на той стороне и что-то мне подсказывает что вот это вот тоже кусок морды и это кусок морды их надо здесь сохранить поэтому я расположу их справа а то что справа то остается делаем r2 разворачиваем и возвращаем в итоге вот пол морды собрана и вот эти мы сейчас переставим проверим подходит да но здесь все по форме подходит переставляем вот эти два элемента r2 у r2 у штрих r2 у штрих d r2 у штрих r2 у r2 так ну вот морда уже готова смотрим на то что осталось здесь здесь все плохо да здесь нужно все менять местами ну придется еще два раза делать теперь давайте вот эти два места им поменяем r2 r2 у штрих r2 у штрих d r2 у штрих r2 r2 так ножки встали хорошо так и вот эти элементы еще переставляем r2 r2 уштрих r2 у штрих d r2 уштрих r2 у r2 так ну что зверь готов кто это был это был стеркозавр становись давайте что-то другого цвета зелененькая тирекс тиранозавр начнем средний слой так и вот так здесь проще даже ориентироваться того что он слегка наклонный так ну и посмотрим а глава должна быть с этой стороны вот здесь по форме подходит здесь две морды а что здесь должно быть еще маленькие лапки какие-то да рядом с мордой должны быть маленькие лапки вот у нас одна есть там нога две морды а значит на этой грани три правильных элемента и один снизу у нас получается вот такая вот ситуация и мы чтобы все нужные элементы занести на эту грань выбиваем одним белым вот так отводим полоску в сторону и возвращаем ну сразу они все хорошо не встанут но хотя бы будут на одной грани вот у нас два правильных еще один находим лапку ее нужно где сзади разместить вот она передний элемент это задний поднимаем вот они объединились отводим в сторону возвращаем ну и здесь придется переставлять причем дважды самый некрасивый случай а так он на двуглавое чудище похож змей горыныч делаем а кстати давайте снизу посмотрим здесь у нас два правильно вот эти два переставить давайте отсюда начнем r2 у r2 у штрих r2 у штрих d r2 у штрих r2 u r2 так нижняя часть и готова здесь кстати можно использовать много алгоритма сквайра и собирать эффективнее так что кто умеет не стесняйтесь я показываю самым простым способом чтобы ну те кто совсем не знакомы с головолом но получили это в подарок смогли хоть как-то ориентироваться начинаем из любого положения делать r2 u r2 u штрих r2 u штрих d r2 u штрих r2 u r2 так готовы два две головы давайте сначала труднопроизносимого паразаураловус динопазл так ну очевидно со среднего слоя начинаем здесь картинка не очень подходит так вроде бы похоже вот так вот как-то получается так но это ножки голова наверное будет с этой стороны проверяем да а а возле головы явно не хвост вот лапка глава лапка давайте хотя бы голову рядышком поставим раз есть такая возможность так с возвратными движениями вот у нас глава есть лапка есть и вот еще одна лапка передняя так правильный блок справа нужный элемент сверху значит это ставим поближе того чтобы объединилась сворачиваем в сторону возвращаем так и что же у нас получилось это хорошо а это тоже хорошо вроде бы так оно и должно быть лапки прям совсем маленькие не смотрим а и низ собрался вот самый труднопроизносимый собрался быстрее всех ни одного ты первых не делали но если пришлось алгоритм тот же самый ну и диплодок сначала объединяем ножки вместе средний слой готов так голова вроде бы должна здесь быть это все от хвоста наживайте вот эти сейчас объединю отведем вниз подведем сюда и вернем вот у нас голова смотрит не в ту сторону так и здесь но здесь надо что-то с ножками с ножками вот у нас два элемента ставим голову справа и вот это вот сюда так так вот это стоит на месте вот эти два нужно поменять местами r2 у r2 у штрих r2 у штрих r2 у штрих d r2 у штрих r2 у штрих r2 так эта сторона готова снизу смотрим хвостик хороший хороший вот эти два стоят вот эти два стоят неправильно переставляем р2 у штрих r2 у штрих r2 у штрих r2 у р2 так ну и все и вот все звери готовы в итоге у них удовлетворительное вращение то есть можно крутить никакой агрессии это вращение не вызывает то идеально в качестве подарка особенно юному любителю головоломок и не только любителю кубиков но и просто детям это может понравиться но коллекционер конечно тоже оценит стоит недорого по сложности все они одинаковые но фанксин сделали красивые коробочки хоть и ненужные но разнообразные инструкции ну различные для каждой фигурки и так в принципе сделано неплохо на пробу можно купить какой-то один абсолютно любой это не как фрукты где там все по-разному но есть похожие но апельсин сложнее всех здесь же все одинаковые сложности просто какой более симпатичный тот и выбирайте у этих двух лапки такие совсем маленькие не выраженные у остальных у всех полноценные слоновьи ноги фанксин молодцы уверен сделают какую-то еще серию пусть не такие прям совсем-совсем игрушки но что-то придумать еще можно а на этом у меня все всем спасибо всем пока